Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала Михаил Чаплыга, со мной на связи, Миша, здравствуй. Привет, дружище. Можно я сразу это, извинюсь за красную морду, извини, 8 часов по горам лазил, сгорел как чертяка, но проветрил. Вот прям как бы высоко сижу, далеко гляжу, можно сказать, собственно, большое видится на расстоянии. Прошел у Путина совбез. Совбез знаковый, потому что впервые, ну такого, по крайней мере, мало кто помнит. Понятно, что все были участники Совета Безопасности Российской Федерации онлайн, а вот эти товарищи, там, Сальдо, Балицкий и компания, гауляйтеры, приехали лично и сидели с ним за одним круглым столом. Причем примечательно, что каких-то новостей, ну таких ярких, оттуда, которые раскрывали бы суть вопроса, чего ж они приехали лично, не было. Ну заявления о том, что правовая система, терроризм, третьи страны, то есть не Украина, а третьи страны прикладывают руку на этих так называемых новых территориях. В общем, ничего не понятно. Отсюда вывод. Готовятся к нашему украинскому контрнаступлению, о котором только ленивые не рассуждают. Как изменили вот эти события и вот эти ожидания, эти заявления последних дней, предначертанные, в том числе и у меня на канале, тобой вот эти сроки нечто военного характера, которое надвигается? Ну давай начнем с базового, да? Значит, базовое. Ничего за эту неделю не изменилось. Честно говоря, писали бы мы с тобой этот эфир, не писали, ничего бы не изменилось, поскольку новостей просто нет физически. Но, ну давай из того, что есть. Значит, то, что там собрали балицких там всяких этих сальдов и так далее, ну ты ж понимаешь, нужно показать, что это якобы территория Российской Федерации. Ну, то есть, как бы, проакцентировать. Ну, хорошо. Ты ж понимаешь, что ответ. Ну, пойдем мы на них там, сколько у нас там этих бригад МИГов? 29, 5 бригад, 3 бригады МИГов, 29, 2 бригады СУ, 27. Ну, помнишь это заявление эти, да? Вот. У нас там просто 170 с хером самолетов, блять. Ну, летим, просто летим, жопа какая. Всем врагам просто страх. Вот. Перед этим выходил этот мальчик с этого, с Порошенко. Вот. И мальчик фоткал там какие-то эти передвижения нашей техники военной там и так далее. Как его? Голубо? Гончаренко. Гончаренко ходил. Ну, мальчонка ходит. Ну, ЛГБТ, оно, знаешь, оно фавори у США. Да. Вот. Ходит, показывает. Правда, выходят потом товарищи, которые пасут это все дело и выкладывают. И говорят, ну, вы хотя бы номера меняете на машинах, а то по кругу каруселя, ну, как бы, не смешно. Вот. В общем, все это, ты ж понимаешь, что когда готовится наступление реальное, о нем никто не говорит нигде, никогда, ничем. Ну, то есть, ты ж это три вещи, да? Где, когда и чем, никогда ты об этом не скажешь, да? И вдруг выходят все эти мальчонки, блин, там разные, там, всякая херь, блин. Потом выходит этот, как его, военно-начальник воздушных сил, говорящий от них. Вот. И говорит, это, у нас тут сто, короче, пятьсот, сто пятьсот самолетов, блядь, сто пятьсот самолетов летят немедленно. Вот. Ну, и так далее. В общем, это все детский сад, вторая четверть. Ты ж это понимаешь. То есть, это все обычное ИПСО, толку с этого особо никакого, да? Потому что ты никогда врагу не расскажешь о реальном количестве самолетов, техники, ну, и так далее. То есть, это, ну, понятно, да? Теперь я, с точки зрения обычной банальной психологии. Банан, знаешь, когда ты берешь банан и чистишь, главное, чтобы там не появился огурец. А так, в принципе, нормально. И когда ты чистишь этот ИПСО, этот банан, ты понимаешь, что если ты четко, ну, ты ж не дурак, да? Если готовиться к реальному наступлению, то в реальном наступлении никто не говорит, никогда, никакими силами, нигде. Ну, то есть, да? То есть, вот три вещи. А тут тебе картинки показывают. Я тебе скажу, если бы я был агентом, там, не знаю, не агентом, аналитиком, разведки или кем-то еще, я бы четко сказал, когда мне такую показывают хреновину, вот, это значит, что что-то идет не так. Ну, то есть, какая-то херь, да? То есть, вот, самолетов, ну, если у тебя серьезное есть количество самолетов, ты будешь действовать, как Мао Цзэдун. Что делал Мао Цзэдун? Мао Цзэдун прогласил философию, что Китай очень слабенький, развивающаяся страна, у нас нихера нет, ну, короче, в общем, мы слабенькие. В общем, нас не трогать, как-то так, потому что они готовились к прыжку, прыжку такому, чтобы удавить Соединенные Штаты кедрень матери навсегда. Они к этому готовились со времен Мао Цзэдуна и никогда не говорили о том, что у них есть, понимаешь? И вдруг выходит наш товарищ, как, вот так, вот так это должно показывать. И говорит, вы знаете, а у нас тут самолетов, я вам сейчас прямо скажу, сколько у нас самолетов, вот, ну и так далее. Ну, скажи, я похож на дебила или что? Может, у меня морда сгорела за сегодня в зоопарке, но на дебила я не похож, да? Значит, соответственно, прости, пожалуйста, а на каких дебилов рассчитывал наш учитель физики? Говорил, задавайте вопросы, и по вашим вопросам я пойму, кто вы такие. Ну, что вы вообще знаете, подготовились? Когда выходит товарищ и начинает рассказывать мне вот такие, сколько у него самолетов и так далее, ты знаешь, я трошки улыбаюсь. Ну, это какая-то лешая херня. Например, ладно, потом, когда проходит этот мальчик Гончаренко, да, и начинает показывать какие-то круговорот машин в природе с номерами теми же. Знаешь, ну, надо быть дебилом, ну, то есть, как бы, понятно, ну, круговорот и круговорот. Ясно. Потом Зеленский приезжает в Польшу и говорит, что у нас границ не будет, политика общая, там, еще чего-то. Ты знаешь, дружище, я западный, я многие вещи помню, ну, как помню. Мне рассказывали деды, папы, мамы, а как-то двояко это все звучит, понимаешь? Дело в том, что, а с Венгрии, скажи, пожалуйста, а с Венгрии у нас, он не хочет в Зеленский выйти, ну, мы же в ЕС, да, то есть, если то, о чем сказал Зеленский, касается Евросоюза, Евросоюза, а Польша в Евросоюзе, правильно я понимаю, да? Ага. А Венгрия в Евросоюзе, напомню. Венгрия тоже там, да? Удивительно. А может выйти, Зеленский, сказать то же самое про Венгрию? Ну, то есть, мы же в Евросоюз, ну, как бы, идем, или как? Или что-то с Польшей и другое? Потому что заявление о том, что у нас не будет границ политики, там, что там, короче, всякой хери, оно как-то двояко, знаешь, для меня трояко, но если я скажу третий, то меня, ну, ты же понимаешь, у нас уголовный кодекс есть, вот, я понимаю. Так, подожди, а почему у тебя есть уголовный кодекс, а у президента Зеленского его нет? Ну, он же не сказал, каким образом получится так, что означает Украина, пункт первый, что означает Украина в понимании Зеленского, скобки, ну, во время которой она будет, та, которая в скобках, объединяется с Польшей. Он же не сказал, ну, и нельзя применить к нему уголовный кодекс, понимаешь? Ясно. Нет, у меня еще один уточняющий вопрос, Миша. А вот этот вот план конфедерации, который все обсуждают. План чего? Ну, конфедерация страны Балтии, Польша, Украина, вот, таким вот, как план Б для Украины. План Б. Можно я тебе скажу проще? Меня когда-то вербовали товарищи из МИ-6. Ты знаешь, я им сказал простую вещь. Я Родиной не торгую. Со мной уч... Ну, чтобы ты понимал. На пьянку у Блэра, тогда дома у Блэра на Дунин-стрит, приперся как-то этот Саакашвили с женой этой голландкой. Ну, чтобы ты понимал уровень и вообще всего этого, да. Со мной учились украинки и украинцы, и грузинки и грузинцы. Эти грузинцы, это уже давно не при власти, но я видел, как они, сука, продавали свою Родину. При мне. На моих глазах. На пьянках, на этом всем, да. Вот. Потом была одна подруга у нас с Украины, не буду, Мелин, по-моему, Оля. Красиво торганула под видом экологии, торганула нашими интересами в Дельте Дунае. Ну, там, судоходство и так далее. Понимаешь, мы птичек портили. Понимаешь, птичек портили. Вот. Ну, многое другое. Ей потом дали факел нести этот, как его, олимпийский. Ну, и всякую хуйню. Вот. А, понимаешь, а я сказал, ты знаешь, а я коммунист. А я, сука, коммунист. Я Родиной, блядь, не торгую. Понимаешь? А потом, ну, да, мне там носили этих, как их, дочек этих, баронесс, блядь, всякую хуйню. Играли мы в бильярд с ними. Вот. А потом, да, последний день перед отлетом, за две недели до этого, я им сказал, вы знаете кадру с Мальты, который делал парламент в Афганистане. Хуй его, закончилось-то все дело. Ну, вообще, с британским паспортом, но мальтевец. Линкс такая контора. При foreign office. Ну, короче, при foreign office их. Я же никаких тайн государственных не открываю. Я же не был. Не знаю, сейчас вообще непонятно, Миша. Ну, мало ли. Ну, допустим, открою. Ну, имею право. Я же не государство открываю тайны, блядь, как это было. Вот. А потом он последнюю ночь перед вылетом говорит, Мишань, пошли по 50, так, выпьем перед вылетом. Я говорю, дружище, я же тебя две недели назад попросил меня не тревожить и не тратить деньги сраной твоей короной британской. Ну, я родиной, понимаешь, не торгую. Ну, такая херня сложилась. Я коммунист, вот так оно сложилось. А ты можешь искать этих, либерастов, там, кого хочешь. Они тебе продадут родину за две копейки. Это пожалуйста. Нашли и продавали. Ну, то есть вы в гугль зайдете, все найдете. Это же не тайна. Говорит, не, Миша, я тебе лично со своего кармана налью. Говорю, ни хера себе. Такой вот гостинице Лондона. Ну, давай. Налил со своего кармана. Я говорю, зашел. Говорит, понимаешь, уважаю как человека. Вот просто по-людски я тебя уважаю. Говорит, ну, нахуня ты, не добьешься в своей стране? Прямой, вот так вот сказал матюками. Ну, ничего ты не добьешься. Понимаешь, Миша, вот такая херня. Да, я ничего не добьюсь. Да. Меня зарезали в банках. Меня зарезали вообще во всем. То есть я в Украине, я теперь персона нон-грата. То есть, ну, я понимаю, Британия рулит морями, кораблями. Все понятно. А я не сдаюсь. Мне можно выгнать из страны. Можно отрезать мне эти райфайзены, хуяйзены, монобанки, шманобанки, бля, и все остальное. Все это можно. Все, можно, можно. Я изгод. Но я не продам Родину. А до тех пор, пока я ее не продам, дружище, у нас с тобой есть будущее. Я имею в виду у страны. А теперь возвращаемся на секундочку к тому, что ты сказал. Какие-то союзы, хуюзы, бля, там, и так далее. Ты понимаешь, в чем дело? Все это Британия. Тебе напомнить, как это рождалось? Ну, Гугль. Ну, зрители, они тупые, правда? Зрители, вы ж умные. Понишь, мони. Гугль вводим. Как это называлось? Когда Зеленский, это еще до войны. За полгода или за год делал Польша, эти Трибалтики и под руководством Британии. Ну, Господи. А как же без них? Люблинский треугольник. Ах ты, ядрит твою мать, Люблинский треугольник. Боже, простите, я старый лось. Знаете, мне уже можно. Вот, Люблинский треугольник. А в чем Люблинский, в чем не лондонский? Ну, у меня нет счета в Лондоне, понимаешь? Ну, а у кого есть, пусть скажут, у кого есть. Ну, чтобы мы понимали, да, кто на кого играет. У меня нет счета в Лондоне. И на Каймановых островах, которые там, у меня тоже счета нет. А у кого они есть? Знак вопроса. Я хочу, чтобы вы в Гугле ввели, у кого они там есть. Ну, чтобы мы понимали. Люблинский что? Подожди. А если рыжая британская морда сидит под столом, то это треугольники или уже параллелепипед? Это ножка. Ножка. Ага. И как это в анекдоте старом советском, да, инженер придавал вращательные движения на шпинделе, да? То есть вот эта ножка на шпинделе придает вращательные движения кому? Моей стране. Моей. Ну, полякам мне, честно говоря, мало интересно. И Трибалтика тоже. Ну, то есть вот эти, да? То есть у вас стройная картина происходящего вообще нормально в голове выстраивается, да? Ага, теперь возвращаемся. Значит, он сказал, что у нас границ с поляками не будет, политика. Да-да. Как там? Мы, конечно, сжигали Польшу в польской песне народной. Я очень люблю народные польские песни, которые написаны особенно после 80-го. Образно народные. Ты наш, те же, не с Чинджила. Ну, тоже. Ну, и мы поляковые, они нас. Оказывается, у нас все... Ну, хорошо. Если вы мне расскажете, как мне забыть прошлое с Райфайзеном и со всеми этими, то я вам расскажу, как забыть прошлое с поляками. Только расскажите, как. Я учился там в 2001 году. Втором. В Академии госуправления. Я проходил практику в семье в Сенате Польши. У лепера, который повесился в туалете. Я хорошо знаю многие вещи, которые происходят. Тот, который был главным у меня практики, он потом стал главой администрации президента, когда разбился самолет с этими... Ну, было дело. Да. Он у меня был... Да, мы пиво часто пили. Я вообще много чего понимаю, знаю. А знаешь, как вот, глядя в окно Дрездена, мне, честно говоря, я даже не знаю, о чем мы с тобой говорим. Я вообще понимаю, что происходит. Я хочу сказать одно. Никогда не торгуйте Родиной. Даже если вам отрежут банковские счета. Даже если вас назовут преступником. Что бы вы с вами ни делали. Оставайтесь всегда, чаплый гей, анархистом. И тогда вы будете понимать, что происходит в мире. И почему Зеленский не сказал то, что сказал полякам, не сказал венграм. А ведь это очень важно. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что в НАТО... Помнишь, что сегодня Блинкен сказал? Двери в НАТО нам открыты. Да? А до этого Столтенберг что сказал? Победа. После победы будет НАТО. После победы, да. А до этого Блинкен говорил, победу должен определить кто. Что такое победа вообще? Победа это, когда я вижу цветущее дерево здесь, в Дрездене. Или победа что? Ну, есть определение победы? Нет. Об этом мы можем позже поговорить. Потому что планы А, Б, Ц, Д никто не отменял. А ведь ничего не изменилось в наших эфирах прошлых. Правда? Ничего. Ясненько. То есть, что такое победа, мы определим сами. Потом мы едем в Польшу, где мы говорим, что с поляками, да, границ не будет, а с венграми как-то непонятно. То есть, я так понимаю, это про Евросоюз речь идет или нет? Ну, то есть, я не могу определить. Если про Евросоюз, то, собственно говоря, это с венграми то же самое. Правда? Ну, иначе как? Ну, или у меня когнитивный диссонанс. Когда Зеленский съездит в Венгрию, скажет то же самое. Или можно как-то отдельно выделить, вычленить Польшу из Евросоюза? Можно, конечно. Можно. Понимая, что никакого Евросоюза больше нет. В принципе, его нет. Понимаешь? Все, пиздец. Нету его. Куда мы вступаем? Вопрос хороший. Мы обычно вступаем либо в партию, либо в говно. В данном случае, видимо, во второе. Потому что то, что Британия выстраивает, Британия, вместе с НОВАД. Потому что США ушли. Куда ушли США? США ушли в Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно там. А укусы, все остальное. Атлантика, хуянь, какие-то все до жопы. Развели на бабки эти натовцы, напугали их. Те бабло отстегнули. На этом до свидания. На кого нас оставили? Господи, да на кого ж ты нас бросил, у великие? Как его это? Блинки. Блинки. На кого? На Нуланд. Мне когда разведчики написали, бывшие, ну, на пенсию уже, написали о том, что нас бросили на Нуланд, я им сказал, да это что? Это шутка такая или что? Нет, это не шутка. Она спецпредставителя порекомендовала Госдепу как раз-таки по вопросу Украины, этого региона, плюс Центральная Азия. Поэтому, да, Миша, ты прав, нас оставили на Нуланд. Я понял. Ну, я написал это шутка. Ну, хочешь, я тебе скрин скину? Я написал, это что, шутка такая? А мне написали, да. Говорю, ты понимаешь, это все равно, что, я не знаю, какой-то бомжа из Дрездена вот тут взять, бомжа из Дрездена, и сказать, что теперь за мое будущее будут отвечать бомж из Дрездена. Вот тут за окном бегает, я не знаю. А, о, о, в оранжевом ходит. Ну, это он не из Дрездена. Он со Словакии, видимо, цырани тут бегают. Вот, понимаешь? То, чтоб ты понял, нас унизили, Нуланд. Просто, ну, это не уровень вообще в принципе. То есть нам нечего больше обсуждать. Понимаешь? Это все равно, что я попросил бы, мне там задирают все. Я говорю, Андрюха, вот давайте мой Андрюша, 10-летний, будет отвечать за вас. Ну, это же мой Андрюша. Ну, то есть это же мой сын родной, правда. Ну, 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 10 лет, ну, бывает. Ну, это же мой, правда? Это же серьезно. Я лично отвечаю вот через Андрюшу, ну, только через него. Чтоб вы поняли вообще уровень унижения этого всего. То есть США ушли из Европы, в принципе, из Атлантики. Куда ушли? Мы понимаем, куда ушли. Все, лохов развели, все отлично. Вот эта вся картина. Какой она? Двери в НАТО открыты. Анекдот, знаешь? Знаешь, анекдот? Идет кум. Говорит, кум, ой, а у вас так смачно пахнет шашлык, який сало есть. И самогонечка. Господи, я говорю, воно гарно и смачно пахнет. Куме, а можно до вас? Каже, звичайно, каже кум Блінкін, каже, двері открыті для вас завжди. Курча мать двереч. Ну, дивись, а двері открыті. А ты подходишь, каже, куме, а у вас там зла собака. А Винка же, так заходь ты. Так зла собака. Так отошку. А так отошку тебе сказати нам Блінкін, понимаешь? Они, сука, издеваются над нами. Ты меня извинишь, я сегодня такой откровенный. Мне уже просто это все достало. Они издеваются. Просто тупо издеваются. Никуда, никакую Украину не возьмут ни в какое НАТО. Блядь, точка. Понимаешь? То, что взяли этих финнов и так далее. Ты видел выборы, результаты выборов финнов? Ой, замечательные результаты, да? Выебали социал-демократ... Господи, прости, опять ее. Ну, в общем, потеряли они власть, правильно? Ты запикай меня, пожалуйста, потом. Потеряли они власть, да? А это молодуха, которая у них там под президента косит, которая быстренько на электронном сделала выборы. Помогло она ей? Ну, ты же не Байден. Помогло? Ясно. Скажи, пожалуйста, а Санчес, великий социалист в Испании, быстро понял вообще, что происходит? У него там что-то на часах? Видишь, у меня часов нету. Мне Андрюша с Греции привез оберег. И это вместо часов. Скажи, пожалуйста, а у Санчеса на часах буржуазные его часы быстренько показали ему социал-демократию, социализм. Куда он поехал сверять часы? Не напомнишь мне? Мальчик по первому звоночку. А, в Китай поехал. Ты моя киценька, конечно ты в Китай поедешь. Потому что если ты туда не поедешь сверить часы, ни хрена твоей власти не останется. Что там Британия сказала, этот лысый такой у них министр обороны? Орит, это будет уроком для России, Финляндия в НАТО. Серьезно? А чем? А что там, базы будут какие-то или что? Ну, стали вы. Ну, что дальше? Базы будут? А ну, покажи мне базы. А, британские самолеты будут летать. Слушайте, если идет война Британии и России, а война идет давно. Помнится, в 1913 приблизительно, у них там апокалипсис случился в России. Вот, в пятом, потом в тринадцатом, да. Нет, не в тринадцатом, грубо. Чуть позже, в пятнадцатом, помню. Потом эта война была, а потом хлопнули царя их него, а потом Британия своего родственника родного, бородатый, очень похож на их него царя, сдали кедриней матери, искали, нахер уже надо. В общем, Британия с русскими долго выясняет, кто кого там трахал и почему у них такие цари родились. Ну, долго у них там отношения. Периодически они это выясняют на территории Украины. Ну, почему бы и нет? Ну, то есть, знаешь. Ну, а где им выясняют? Ну, не в Шотландии. Ну, ты как-то расстраиваешь фразами, что ничего не происходит. Целый Трамп, Трамп, Дональд Федорович Трамп, его арестовали. Потом сказали, ну, это не арест, это так надо. Потом выпустили. И сейчас, ну, сообщили, что это просто беспрецедентно. Он был освобожден под обязательство после предъявления обвинений и отказа их признать. О, как в записках суда говорится. Что это означает и к чему ведет? Слушай, ну, давай будем понимать, да. В чем его обвиняют? Его обвиняют в том, целые новые доказательства нашлись, значит, что якобы его корпорация Медиа, ну, не его, а в дружбе с кем-то. Ну, грубо говоря, я, вот, некий Михаил, который собирается устроить реконкисту в Украине. Ему счета отключают, блядь, выпиливают нахуй со стороны. Бывает. Вот. Он договорился с неким этим, как его, Шелестом. Говорит, Шелест, ты вообще серьезный кадр вообще в этой медийной. Ты отслеживай там, где какую-то гадость про меня будет писать, а я приду, мы за бабло порешаем, чтобы они, ну, если это серьезно, ну, чтобы не размещали, да, ну, то есть, как-то так. Ясно. Скажи, пожалуйста, а чем это отличается от культуры Байдена и его секты этих демократов и всех этих Волкеров, как он там, Сорос, Волкер, ну, вся эта херня. А чем отличается от культуры отмены? Ведь, собственно говоря, главная манипуляция заключается в чем? В том, что ты создаешь Министерство правды и говоришь. Вот смотрите, Михаил говорит правду. Вот его можно. А вот Шелест говорит неправду. Давайте его выключим нахер. Вот выключим. Культура отмены. Отменим Шелест. Слушай, да сколько того Шелеста? Взяли и отменили. Чаплыга, блин, да сколько того Чаплыга? Выходит Данилов животного. Говорит, да, отменить его в Фейсбуке, в украинском сегменте. Раз и нет. А давай Чаплыгу переименуем. Объект номер 6, это у нас будет Севастополь. А объект номер 7 будет Чаплыга. Мой, седьмой. Ну так вот, приблизительно так. Ну только буду я восьмым, потому что я не имею права это говорить, в силу того, что я еще не самоубийца. Хер с вашими счетами в банках, но жить хочется. Но седьмым в этой стране, к сожалению, технически будет франда. А уже потом будут выборы. А вот да, то есть я буду седьмым, но восьмым. Понимаешь, вот как-то оно так сложится. Я думаю, что зрители, которые смотрят, поймут вообще о чем речь. И вы поймете все телодвижения, которые идут сейчас, потому что ты, конечно же, захочешь поговорить о наступлении, о всем остальном. Мы это дело рассмотрим, я вам объясню, почему я буду седьмым, но формально восьмым, потому что седьмым будет тот, кого не ждет никто. Ну точнее, его то ждут, и все понимают, что будет. И почему у нас вместо ВСУ вдруг во всех медиа прошло, как это, Сыло обороны Украины, СОУ. Тут ВСУ, заложенный с Петром, да, а тут СОУ. А СОУ это чуть шире, правда, это Зеленский, если не да. Тут насильная мобилизация со взломами замков, да, ВСУ, да, а тут рекрутинг, рекрутинг в гвардию, понимаешь, ну и многое другое. Ну, чтобы вы понимали вообще, что происходит и к чему это идет, да. Ну, в общем, текайте, кто может, если, конечно, есть возможность, а если нет, ну готовьтесь. Вот, то есть вот, чтобы вы понимали, как картинка крутится. Будут, естественно, стартовые события, там и так далее, и так далее. Ладно, Трамп, Трамп. То есть, оказывается, его обвиняют в том, что мы вот, сейчас застучали, сейчас по клавиатуре люди, ну понятно, на самом интересном месте. Нет, я эту книгу сжег, потому что я хочу все-таки жить. Пойми, счета в банках, деньги это херня, а жизнь она одна, понимаешь. И, к сожалению, есть вещи, которые очень серьезные в нашей стране. Но то, что я сказал, я сказал. Если у вас есть возможность, уедете на год-полтора. Если нет, ну, будьте психологически готовы, потому что дальше пойдут события, которые отменить сложно. В Конституции что написано? Когда у нас очередные выборы по Конституции, мой друг? Какие выборы? Очередные в парламент. Когда? Парламентские осенью 23-го. То есть, сколько тут осталось на часах? Ты понял, да? А ты понимаешь, что проблема никуда не делась? Ну, и ты, ну, ты же в политике разбираешься, да? То есть, если сначала парламентские, а потом президентские, то ты проебываешь парламентские, проебываешь президентские. Ну, ты же понял. Эта проблема была за год до войны. Я о ней писал много. Поэтому нужно было сделать что? Либо перенести парламентские на послепрезидентские, либо совместить. Это то, о чем я сейчас писал. Правда? Угу. А ты мне не расскажешь, какие конституционные способы это сделать? Ну, человеку, у которого Михаил Дмитриевич Сирота был начальником. То есть, я у него был помощником. Я не берусь, Миш, я не берусь конкурировать с высокими умами. Но можно просто распустить Верховную Раду по недееспособности или отсутствию количества депутатов. А их все меньше, меньше и меньше. Рекордное. А можно уйти с поста президента, это не даст тебе выдвинуться, но, скорее всего, кто-то выдвинется от тебя под твоим флагом. То есть, если мне не... Ну, то есть, когда начали бороться со мной, поняли мой рейтинг, спасибо твоему каналу, другим, когда поняли мой рейтинг, начали бороться со мной. Скажи, пожалуйста, это обязательно мне идти на выборы? А если я вместо этого выйду и скажу, что я хочу, чтобы Шелест был в агуре, чтобы его избрали? Ну, это тонкая игра, потому что... Какая тонкая? Одно дело, что ты скажешь, кого ты хочешь, а другое дело, чтобы тот, ну, на кого ты указал перстом, был тем самым? Пойдет. Ты понял? Я... Все остальное я сжег в этой книге. И я так тоже сделаю. Если кто-то думает, что меня можно победить, не дав мне выдвинуться, отключив для меня все... все эти свифты, ебаны и так далее, вы наивны. Вы очень наивны. Я выйду и скажу, я хочу видеть Шелест. Вот он. Я несу за него ответственность. И я тебе гарантирую, минимум 80% моего рейтинга уйдет на тебя. Если я лично, везде это буду гарантировать. Ты понял? Вообще. Вот. И тогда ты можешь... С Гордоном и Смешко не получилось. Я не знаю, кто такой Смешко. Извини, распечаток ФСБшной агентуры мне не приносят. Но я уверен, что вся эта кездобратья, ах, какого инвестора. Я об этом писал за год до войны. Вся кездобратья, все, вот эти два четверти, там их не так далее, вся эта кездобратья в полном собрании сочинений ФСБ. Это никому. Я, к счастью, если кому редко и помогаю, то помогаю только ГУРСБУ. И то, по доброй воле, когда, когда уже совсем, мне кажется, они не правы. Слушают, слушают, не слушают, и не надо. Я же старый лос, понимаешь. Так вот, я тебе описал схему, как это может быть? Когда я вдруг куда-то ухожу, а потом говорю, пойдешь ты, Армения. А кого выдвинут вместо? Ага. И тут я помню, в твоем же эфире, как ты говорил, что выборами правят не США. Выборами, господи, миром правят не США. Миром правят выборы в США. Правда? Говорил же так. Говорил. И тут мы понимаем, у США ставка здесь будет? Конечно будет. И эта ставка будет, я не знаю, это будет два разных, это будет один, это они как-то договорятся, все эти Кличко с этими притулами. Вот это их ставка. Ясно. Ты понимаешь, что у русских тоже будет ставка? У русских тоже будет делать ставку. Ничего нового. Ну, сейчас мы к Трампу вернемся, я не хочу о нем забыть, это такая сказка, это Трамп. Вот. Ничего же нового. Как рождалось ОПЗЖ? Давай вспомним. Было две руки, да? Левочкин, это демократы, и Медведчук, это республиканцы. С 2001 года. Ну, ты этого можешь не знать, я это знаю. Они этим занимались. Значит, один сидел на русских газовых схемах, а другой сидел на фиртушских. Ну, собственно, понятно. Один с русскими, другой без. Ну, демы, респы, вся херня. У них вечно это искрило с 2001 года, когда еще Украину без кучмы делали, я это хорошо помню. Тогда я был маленьким, ну, точнее, тогда я это не помню. Когда мне это рассказали, я это вообще не помню. Это 2001 год. Тогда еще жена Медведчука рассказывала, как вы общаетесь с женой будущего президента. Всю эту херню я проходил. Я давно живу, все это помню. А потом, когда рождалась после ПР, рождалась ОПЗЖ. Тебе напомнить в Гугле, ну, кто дурак, не помнит, да, пусть зайдет в Гугль и введет, как они друг друга шантажировали контрподписием, потому что там либо две подписи, либо никак. Значит, когда они делали этот блок, Левочкины сказали, да идите Медведчуки нахер, а Медведчуки сказали, Левочкины, идите нахер. Ну, то есть вот. И оно не клеится. Потому что, если не поставить две подписи, слетают с выборов те и другие. А бабло уплачено, ну, за депутата, за все, ну, понятно, но. Товарищи договорились, ну, что бабло побеждает зло, в результате две подписи поставили, родилось ОПЗЖ. Там была еще третья, третья уже в Израиле. Чувствуют себя хорошо. Все нормально. То есть товарищи бизнес-проект оформили. Нормально. Теперь выборы тоже идут. А что, ты думаешь, что что-то не повторяется? Нет? Я не буду говорить, какие партии проводили съезды, раз в год они должны проводить. Вся та же история. Скажи мне, дружище Шелест, а ты вообще, где родился? Ты из какой области? Я из Луганской области. О, великолепно, отлично. Дружище, значит, я так смотрю, хорошо одет, у тебя есть бабло. Значит, давай так, ты будешь мою ячейку партии там содержать, и я тебе обещаю местные выборы. Будешь главным там. Что ж, это изменилось? Все, что я посмотрел на прошедших съездах партии в марте месяце, они были. Я увидел все то же самое. Лохи, приходите с баблом, я вам дам на окормление франшизу. Будете у меня там местными депутатами, содержите ячейки, все. Только не лезьте в центральный уровень, мы там список вам напишем. Все, март месяц. Все было. Ага. И тут выходит некий Лева, и думает, что хотелось бы вместе с каким-то оркестром, оркестрович, чтобы там зажигал, с этим оркестром зайти на на юго-восточный фронт. Ну, нормально, а что, тема же нормальная, правда? Юго-восток, оркестры, ну, две-три недели, все нормально, заходим. Ясно. Потом появляется некий медведь. Бедняга сидит себе в России, его никто ни в хер не ставит. Ну, оплатил там тушке бабла, значит, и товарища эвакуировал туда за 200 баксов, и они там на каналах этих астрологов рассказывают о великих победах Медведчука на том же фронте. Ну, то есть, я со стороны наблюдаю ту же картину, да? Только фронтменов там есть, а вот тут нету. Ну, понятно. Интересная картина. Знаешь, как вот это рождается, и не я, не рождается ОПЗЖ-3. Ну, то есть, как бы. Ясно. И тут они вышли, сделали замеры, поняли, что некий человек выглядел с каким-то, блин, шерестом, понимаешь, мешают обои. Говна вылили на тех, и на других. Какая херня у нас в этой стране готовится. Ладно. Сими выборами. Обвинили его в том, что он пришел и начал рассказывать, значит, там со своим кадром, проплачивать, типа, негативные новости, чтобы про него не выходили, да? Ну, ты поди это докажи, конечно, еще, это же такое дело, понимаешь? Вот. Мы-то с тобой, ну, ты давно в журналистике, сколько тебе? Ну, лет 10-15 есть у тебя, Да, больше немножко. 20 уже. Ну, я где-то 20 отдал этой сфере. Ну, ты же понимаешь, да? За то, чтобы поставить новость, это 200 баксов, за то, чтобы ты снял говно, это 500. За то, чтобы ты не ставил говно, это где-то штука. А за всякие позитивы, в лучшем случае, 500. Ну, как-то вот такой рынок на моих глазах 20 лет развивался, да? Ясно. А Трамп? Ну, Трамп, наверное, открытие какое-то сделал в истории, да? Ясно. А кто же навязал нам эту всю картину? 200, 500, тысяча? А, это же демократы приходили. Ясно. Все эти сарасята, правильные медиа, неправильные медиа, выключить, культура отмены. Потому что все думают, что манипуляция, это когда я прихожу и говорю, Шелест, я тебе написал тут 5 тезисов, ты обязан их неделю озвучивать. Так вот, это, это подмастерие. Понимаешь? Ну, это мы с тобой понимаем, но люди не понимают, это подмастерие. На самом деле, главная манипуляция, это заключается в следующем. Говорю, Шелест, вот тебе 5 тем, на которые ты не будешь говорить. Понял? Ясно. А если ты будешь говорить, шестой ход, пункт ризмы обычно в советских собраниях, пункт, шестой пункт ризмы, я выключу тебя в эфире. Тебя просто не будет. Понял? Ну, смотри, как хорошо. Вот в чем заключается. А не это ли делал дяденька Сорос, который оплачивал этого товарища прокурора, которому не дает покоя наш товарищ Трамп? Не он ли, да? А, ты смотри, как удивительно пазлик собрался. То есть, один занимался детским лепетом каким-то, да? На лужайке. А второй системно выключил. Теперь тот, который системно выключал, оплатив, ну, ну, как можно оплатить? Знаешь, такой правозащитный туризм. Знаешь, что такое? Это когда ты не хочешь платить свои деньги за поездку в Дрезден, хотя это, в принципе, недорого. Я могу тебе провести тут семинар. Ну, например, семинар о об озеленении вот того зеленого дерева в рамках экологической адженды свежего воздуха в Дрездене. И великий спикер Шелест за, сколько тебе надо в день? Ну, суточное, командировочное, проезд. приедешь за штуку баксов. Штука в день на пять дней, пять тысяч баксов тебе командировочных, налоги платить не надо, это все легально. За пять тысяч ты ко мне приедешь, вот смотри, красненький домик тут прекрасный, вот там ты будешь жить, а хочешь пятизерочную гостиницу, я тебе оплачу. Перелет, в общем, все, я тебе оплачу. Твоя задача, час, нести какой-то бред о зеленом дереве и важности в воздухе Дрездена этого зеленого дерева. Я же тебя не купил, правда? Это же не взятка. Это не коррупция, нет? Нет. Привет Соросу. Давай передадим через экран привет Соросу. Только все это умножь на миллион. Ну, чтобы ты понял, какая-то работа. То есть, так же и товарищ прокурор США. Он очень любил демократическую адженду, понимаешь? Ну, там равенство разное, всякая херня, борьба за право. Книги писал, понимаешь? Сидит и думает, бля, чем бы заняться среди вещами? Книгу написать надо. Ему оплачивают, ну, книги там, ну, всякое, понимаешь? Вот. А потом говорят, вы знаешь, Трамп что-то херня занимается. Вот так. Сложилось. Я иногда вот, ну, пока там вырубала наш эфир, я тебе сказал, знаешь, я зрителям скажу, у меня такое подозрение, что Трамп оплатил, что это двойной агент. Трамп тупо ему проплатил бабки, потому что Трамп по-любому побеждает на выборах. По-любому. Зайдите, посмотрите любой опрос. Скажи, пожалуйста, а чем Трамп отличается, история Трампа, вот все, что происходит в США, с точки зрения США, чем отличается от истории с Тимошенко? Не, ну, кроме, кроме гендерного аспекта, но поскольку я представляю 73-й гендер, эти вопросы, ну, по адженде Байдена, я 73-й гендер, не знаю, что это такое, но очень число нравится. Вот. Хоть не 69-й, Миша. А что, 69-й мне всегда с детства нравилось, очень, я, и руки в тепле, и глазам приятно. Вот. Почти гинеколог. Понимаешь, в чем дело? Ну, вот, гендерные аспекты оставим, но Юля и Трамп, а чем отличаются эти две истории? Чем? Да ничем. Напомнить этого судью, как этого судью звали? Не Вовка, как-то по-другому. Руки тряслись там, всякая херня, да? Вот. Как-то звали его, я уже забыл. Да и этого прокурора никто помнить не будет. Руки у него не трясутся, бабки там нормально, легально ходят. В чем разница? Только в том, что Юля была единственной женщиной с яйцами, и этот мужик с яйцами, или в чем? С прической. В чем? Вот. Понимаешь? А ведь эти параллели проведут. Ну, чтобы ты понимал. Кто-то проплатил это. И я думаю, что тут идет двойная игра. Трамп победит. А в чем же эффект Трампа? Я как-то описывал, знаешь, вот кратенько еще в твоем эфире это скажу, потому что кому надо, найдут мои другие эфиры и так далее. Бегало два стада муравьев. Одни муравьи черные, другие красные. Разницы между ними нет. И то, и другое муравьи. Две лоббистские площадки. Ну, зайди в любой офис партии демократической и республиканской. На полу, цементном полу, и там, и там, ты найдешь два логотипа двух лоббистских площадок. А что такое лоббинг? Это за бабло. Одни финансисты, это глобальные финансисты, а вторые производственники. Воевали себе, написали конституцию, ну, типа о том, как мы вдвоем будем делить власть. Назвали это конституцией. Ну, а-ля демократия, всякая херня. Ну, назвали и назвали, ради бога. А потом появились соносы, а они вне. А знаешь, есть такое в природе, есть такой грибок беленький, вот такая херня, на голове у муравьев. Он очень маленький, ты его не рассмотришь. Он поражает мозг муравья и заставляет муравья делать то, что ему скажут. Этот грибок поразил демпартию сначала. Вот, и они стали вместо социалистов, они стали глобалистами. Это разные вещи. А потом, поскольку это две лоббинские площадки, ты оплачиваешь и покупаешь этим грибочкам, покупаешь такие же респы. То есть, ты и красных, грубо говоря, обволок с собой. Скажи, разница после этого между ними будет? Как они говорят? Двупартийная поддержка. Твою мать. Двупартийная поддержка. Разницы между ними нет. Понимаешь? На этом фоне появляется эффект Трампа. Тот, кто выступает против системы. Понял? Вот. Трамп не против. Каких-то там нету противоречий между демами и респами. Грибы сожрали их. Понимаешь? И той, и другой гриб. Только гриб, не представленный во власти. Может, Сорос какой-то депутат? Нет. Или это с Микрософта, как его? Депутат. Или кто там с этих Амазонов, Перло? Или этих Айфонов, секта Маковода. Нет, они не депутаты. Нет, они бабло. Блэк-роки. Блэк-роки что, депутат? Нет. Он говорит, слушай, Шелест, хочешь фильм? Хочешь фильм снять про Украину? Хочешь. Бабки хочешь, да? Ясно. Значит, у тебя ESG-агенда, это религия такая. Значит, у тебя менеджерами должны быть 69-й гендер, как ты сказал, кто-то руководить. Флаг ЛГБТ у тебя должен висеть на заднем фоне. Вот тут они, вот эта вот гадость, которая у тебя есть. Значит, Чаплыгу должен сыграть чернокожий инвалид в коляске, потому что он таким применительно был. 73-го гендера, как сказал Чаплыга, 73-го гендера. Ну и так далее. А если ты этого не сделаешь, мы тебе бабки не дадим. А если ты бабки взял, ты можешь взять бабки на пенсионный фонд государства, например, пенсионный фонд Украины. Почему бы не взять бабки, да? На вдох, на корпорация, на фильм, на что угодно. А если ты этого не сделаешь, мы тебя обанкротим нахер, как Турцию. Ну, чтобы ты понимал, что такое Турция, почему там такое происходит. Это BlackRock. Кому продал нашу страну, даже не буду говорить, кто и как, но там почему-то всплывет BlackRock тоже. Вы можете это ввести в гугле и тоже найти этот BlackRock. А когда ты все это понимаешь, и у тебя в окне вот это красивое зеленое дерево, ты начинаешь понимать вообще будущее происходящее. Понимаешь? Когда наблюдаешь за всеми любленными и так далее. А, про наступление ты меня хотел спросить. Про наступление. А что написал Washington Post? Нет. Washington Post, да. Или New York... Короче, неважно. Ну, New York Times писала то, что... Когда, когда будет, да? Когда, когда, когда? Ну, там не когда, там вот-вот в ближайшие недели. Но New York Times писала, что 80 километров удар в глубину и, собственно, все готово. Кто-то из них опять написал. Знаешь, что написали? Сказали, военных вам кто готовит? США? Ясно. Бабло вам кто дает вооружение США? Ясно. Так вот, когда, где и как начать наступление, вам скажет кто? Зеленский. Еще раз, значит так. Бабло на бюджет дает кто? США. Бабло и поставки на вооружение дает кто? США. Обучение террориста дает кто? США. Поддерживает НАТО, шмата НАТО, это просто круга как-то кружки моего члена в этом США. Ясно. Кто дает приказ про наступление и когда и где? Зеленский или вот эти вот ранее перечисленные лица? Ну, заложенные, конечно же, в координации с западными. А, западными. Ясно. Ну, можно так. Правда, Милли какие-то странные у него. Да, Милли не странный, он генерал Ацахи, это настоящий военный. Странные у него шатания, то есть, какие шатания? С Блинкином как-то вот не сходятся. А Блинкин это кто? Это брат Нуланд или кто? Ну, это американский Кулеба, министр иностранных дел. Ты видел, как министр, я знаю, что он американский Кулеба, ты видел, как министр иностранных дел обнял и принял нашего Кулеба? Фотографию видел? Вот так, приходит его залацканный, взял так, типа, пацанюра, а ты говоришь, брат Кулеба это этот, как его, Блинкин. Ну, нормальные братья, я считаю, да. Нулан, ничего с печенькой, там на заднем фоне не хватает кулечка с печенькой. Ну, про уровень, да, это понятно. А вот Миле я уважаю, Миле я уважаю. Это генерал, Ацахи, это человек, который прошел с нуля до верха, понимаешь? И когда Миле, ты говоришь, шатания, да нету Миле никаких шатаний, я его читаю уже полгода. Все, что говорит Миле, это абсолютно то же самое, что говорю я. Не надо шапочкой кидать, вот так вот, не надо. А вот там мы по самому, там бюроки вырастут, там, что там, что там Британия сделала, господи, завела авианосец в Средиземное море, что они сказали, сдерживать Россию. Ага. А ты в курсе, что в Саудовскую Аравию, в порт военный, впервые за 10 лет зашло военное судно в Россию? Ну, в Средиземном море можете плавать, вообще вопросов нет. А вот то, что военное судно зашло в Саудовскую Аравию, что там по Ближнему Востоку сложилось? А ну, расскажи мне. Когда там президента Сирии Асада возвращают в исламский мир? Уже, уже вернули. Да. Уже открывается и в Египте, и в Лигу Африканских государств, и так далее. Все возвращается, все возвращается. по-моему, США откуда-то уходят, да? А, они уходят с Ближнего Востока, они уходят из Европы и оставляют вместо себя тут эту, ну, вон, ну, это чтобы нам не казалось, что совсем нахуй послали, извини нахер, что там, корабль Британия решила завести свой авианосец, ну, завела и завела, ну, дальше что? Их там не так было, ну, ясно. Значит, в Шотландии у нас этнический пакистанец, в Британии, в Лондоне этнический индус, опомнится границу между Индией, когда пришел Михатма Ганди, Михатма в моем лице, и Ганди, и хотел провести границу, он хотел построить Великую Индию, чтобы не было границы между Пакистаном и Индией, но пришлось ее рисовать, и некий лорд, который искренне ненавидел климат той страны, и вообще, все, что связано с Индией и Пакистаном, он как-то так прочертил границу, потом сжег кедрине матери все, почему он ее так чертил, но с тех пор появился Пакистан и Индия, которые друг друга ненавидят, теперь, теперь Пакистан и Индия рисуют границы в Британии, да, а самолет там начал летать, их не над Финляндией, удача финнам, и зашло что-то, зашло в Средиземное море, странно, оно оттуда никогда не уходило, ясно, но вот что удивительно, почему-то вдруг в Центральной Америке, Бразилии, это Южная Америка и так далее, начали появляться какие-то непонятные телодвижения военной России и Китая, то же самое произошло в Северной Африке, а в Саудовскую Аравию, которая вступила в ШОС, ну, поддержала ШОС эту неделю назад, а Financial Times сообщила, что недалее, как осенью, ожидается присоединение Саудовской Аравии, которая главенствует в ОПЕК+, к БРИКСу, а расчеты в БРИКСе будут в внутренней валюте, да, интересные вообще расклады получаются, ты знаешь, и вот это, собственно говоря, британские эти походы, честно говоря, выглядят, мягко говоря, смешно. Вот такая, а, кстати, мы начали с Трубинского треугольника, который на оси, на шпинделе вращает, придает вращательное движение Британии. Смотри, как оно как-то так все взяло и собралось, кучу, понимаешь? Так наступление, движение на шпинделе. Наступление. Ускорить? Ясно, наступление. Скажи, пожалуйста, а много мощи российской армии и частных, и вообще всего, что у них есть, было брошено на Бахмут? Бахмут. Много? Ну, мы же читаем. Хорошо, мы читаем отчеты Британии, отчеты СВЭ, ГОШКИ США и так далее. Но есть несоответствие с, скажем так, резервами, которые были призваны в первую вот ту волну мобилизации и допризваны сейчас. Плюс активно обсуждается идея отправки срочников на передач. Наших или? Ну, их, их. Ну, потому что это же как новые территории, конечно. Ясно. А когда мои друзья привозят пять трупов новобранцев в Киев, обратно везут условно придатных с вопросом, Миша, как мы смотреть им в глаза, зная, куда они едут и что с ними будет, это мы опустим. Ну, вот, бог знает. Злые языки. Я вообще не верю этим всем сообщениям и друзьям своими я не верю, понимаешь? Я вообще никому не верю. Вот, ясненько. Так вот, вся эта мощь зубов, про которую пишут Британия, США и так далее, у них же все брошено, чтобы схавать наш Бахмут. Они смогли его схавать? Вот по факту на сейчас? Ну, по факту на сейчас нет, но Зеленский уже снова заявил, что если что, вдруг мы отойдем. Я рад, что они смотрят наши с тобой эфиры и рассматривают. Помнишь, мы начали с варианта А, план А, а потом Б, Ц, Д, да? А, знаешь, как говорят, может кто-то не верит вообще в магию или в что, или в, не знаю, в Бога или так далее, но тебе не кажется, что именно с нашего эфира началось вообще во всемирной прессе обсуждение планов БЦД. Ну, и там начались заявления разные Зеленского и военачальников и так далее, что они рассматривают все варианты. Это неправда, друзья. Это началось с публикации в телеграм-канале Миха Анархист. Ссылка в описании. Подпишитесь, пожалуйста. Миша, продолжай. Ну, где-то я говорил. Или у тебя, то есть, знаешь, как у меня, вот с тобой я как дома, да, вот как разговариваю с другом, вот если кому-то интересно, как я разговариваю с людьми умными и серьезными, да, то есть, которые хотят понять будущее, что происходит, вот беседы выглядят именно так. Да, бывает иногда, я совсем уже с матюками, где-то там что-то еще, то есть, вот, но если объективно и честно, вот, вот, наверное, как исповедь, вот так я общаюсь с теми, кто просит моего совета, иронично, сатирично и так далее. То есть, вот наш с тобой эфир, это то, как я общаюсь дома с друзьями, да, вот, и может быть, я где-то забылся, ну да, сначала я написал где-то в телеге, потом где-то в эфирах, ну думаю, в твоем тоже было. И вот начались эти А, Д, планы. Что мне неприятно, и я обязан сам об этом сказать, что некий Рогов с какого-то администрации, то ли в Запорожье, то ли где-то, ну, наверное, там где-то, начал рассказывать, что Зеленскому пора думать о плане Б. Ах ты, сука, ты подписан на меня и используешь, что против, некрасиво, вот так нельзя делать. Иди своими мыслями живи. Ваши вот эти оккупационные вещи мне мало интересуют. Мне неприятно, когда, ну, я понимаю, что эфиры у нас публичные, все это видят, читают, и телеграм-канал наш публичный, ну, и они это видят, но мне неприятно, когда это используют, ну, уничижительным по отношению к нашей власти. Но, тем не менее, наступление. Если мы понимаем, что вся мощь, если верить СМИ, вся мощь российской армии была брошена, и зубы-то стерлись, скажи, пожалуйста, а чем занимались русские на южном направлении и не только на южном, все это время? Они же что-то строили, правда? Скажи, пожалуйста, если мы понимаем, что они стерли зубы, а наш Бахмут, Бахмут, и мы готовим контрнаступление, мы должны понимать, что план А будет не таким простым. Смотри, Миш, я вот здесь хочу, как бы, вклиниться и поделиться очень, ну, там, уникальными впечатлениями, эмоциями, что ли. Помнишь военнослужащего с позовным Мадяр? Лучше бы я о нем не знал. Я вообще знаю, кто это. Ну, это, как бы, он максимально публичен стал с этими картинками с беспилотников, Бахмут. А тогда о нем узнали все, что происходит, видно, о нем знали все, кто раньше в гугле. Что это, мальчик с улицы, что ли? Ну, откройте гугль, кто это вообще такой, смотри, и чем он занимался, ну, ладно. И вот картинка Донецка на ладони, Донбасс-арены, там, его комментарии, и вот всего, той высококачественной картинки на фоне кучи телевизоров, один день, а на следующий взрывы в Донецке возле Донбасс-арены. И тут возникает очень такой, ну, здоровый, логичный вопрос. Если Майяр был под Махмутом, его, ну, его команду аэроразведки оттащили, а сейчас он нам презентует видео из Донецка, то, возможно, действительно все то, что мы тут обсуждали до этого, вот эти все планы Нью-Йорк Таймс и всякие там аналитики перерезания Казовскому морю, это может быть, ну, только часть или вообще какая-то дымовая завеса? Да, я скажу просто. Я не имею права говорить много, ну, то, что вижу в аналитике, но, к сожалению, это запрещено теперь. Я скажу так, считайте все варианты и понимайте, что если тебя толкают к чему-то, то просчитываю почему. Может ли США проиграть в этой войне? Нет. А если проигрыш будет, то кто должен проиграть, США или мы? Если такой риск... Ну, как кто? Россия должна проиграть? Я помню. Я все варианты рассчитываю. Значит, если я поддерживаю тебя в борьбе с кем-то там, с Россией, я тебя поддерживаю. Могу ли я, как вот такой сидящий, вот так, кто там, Линкольн, да, сидел на этом прекрасном кресле, вот, как Линкольн, сидящий здесь. И могу ли я проиграть, как Линкольн? Нет, не могу. Даже если тебя поддержат. Поэтому мне нужно сделать красивые пасы руками, что я сделал все для тебя, а ты такой нерадивый, блин. Не, ну, если ты победишь, то это победил я, потому что я Линкольн, правда? Я победил. А если, а если ты не победил, то я Линкольн, а ты просто нерадивый пацаненок в зеленой футболке. Ну, тебе все дали, я тебе Линкольн все дал, а ты просрал. Ну, ладно, ладно, так уж и быть, пойду я договариваться, кому ты просрал, за тебя, ну, чтобы тебя уже там не покоцали, да? Ты понимаешь, езуитство этого всего? Я ясно излагаю, хоть и витиевато, езуитство происходит. Вообще не витиевато. Вообще не витиевато. Да, все все поняли. Потому что меня это все задрало. Поэтому. Люблю свою страну. Когда тебя куда-то толкают, и толкают в пропасть, конечно, ты можешь осправить крылья и взлететь, при условии, что они у тебя есть. А если у тебя их нет, то ты упадешь и разобьешься. И тот, кто тебя туда толкает, а ты орешь, блин, да я тут и кар такой, блин, понимаешь? Ты дурак, кто-то кричит и кар, потому что нужно просчитывать воздушные потоки и так далее. Ты взлетишь, если поток правильно идет. Понимаешь? Тебе надо все это просчитывать. Тебе надо понимать, когда это делать, как, какими силами и так далее. А если выходят вот эти линкольные, блин, сидящие, понимаешь, начинают рассказывать, да я тебе, значит, по моему графику, секундочку, как там, господи, ко мне пришла мысль. Сейчас, секундочку, где же она? Да? Вот. Она по графику у них, понимаешь? Ты должен, когда там, 18 мая дедлайн у русских, правильно я понимаю? Ну, давай высчитывать обратно. То есть, русские что сказали? Давай вот просто понимать цинизм этого всего. Никакой зерновой сделки нет. Ни зернышка. Правильно. Есть зерновой сговор. Что такое зерновой сговор? Русские обязались не расстреливать суда, то есть, не превращать Украину в обрубок путем морской блокады. А что такое морская блокада? Это что, нужно каждую баржу, что ли, расстрелять? Нет. Ты просто говоришь, что я не гарантирую. Потому что, если мне покажется, что на этой барже что-то не то, я по ней стрельну. Все. Вот я очертил круг. Скажи, пожалуйста, хоть одна страховая компания застрахует баржу? Ни одну. Ни одну баржу не застрахует. А если не застрахует, она оттуда не выйдет. Все. Точка. Называется морская блокада. Русские обязались не делать морскую блокаду и не превращать Украину в обрубок как взамен на зерно, удобрение, всякую херню. А, снятие ограничений из банков, свифт на Ростельхозбанк и так далее, и так далее. Но они получили то, что они хотели. Потому что мы знаем, мы не знаем многого, что было не озвучено. То, что публично озвучено, ни хера из этого нет. Ну, они там себе что-то гоняют через третьи руки. Ради бога. Как-то гоняют. Потом выходят, вчера я опубликовал. Или позавчера. Это же не я. Это я взял у кого-то, сейчас я вам скажу, украинскую мову. Это на сайте у нас, видимо, где-то у меня это было. Прислали, сейчас секундочку, я тебе это найду и процитирую, чтобы ты понимал. Зерновая... Мы там помнишь этих голодающих детей по Волжье? Прости, не по Волжье, а Африки, да? Значит, Китай. Экспорт у рамках зернового коридора. Экспорт у рамок. Китай. Это аж коричневым. Это максимум. Потом Испания. Ну, да, да. Мы все помним. Третьяна, Италия, Нидерланды, Египет, Израиль, Португалия, Тунис, Бельгия, Ливия, Индия. Там же есть подтекст. Какой подтекст? Китай отвечает за ряд африканских стран. Поэтому он на первом месте. А, в этом смысле я понял. А мы решили давать зерно Китаю, который выкатил мирный план по нам в интересах России, чтобы Китай захватывал Африку, где Россия прописывается вместе с Китаем, выпихивая оттуда НАТО и Европу. А, в голове нету? Не искрит, ничего? А, искрит. Ясно. То есть вопрос тупо в бабле. Правильно я понял? Ясно. Бабло. Значит, нам дали возможность заработать бабло взамен на то, что из нас не делали обрубок. Ясно. А нам бабло это кому? Украине? А зерно, которое вы возили, оно чье? Твое, мое? Чье? Каргилы? Братья Каргилы? А, США, да? А, ясно. И земля, может быть, наша с тобой? Нет? Проданная так это. А, ясно. То есть пока у нас горел киоск, эти вы возили склад. Я правильно понимаю? Куда? В Китай. А, вот оно что получилось. Взамен на что? Русские закрыли глаза, сказали, да ладно, хитсонами, как бы так, да? Ясно. Какой цинизм, да? Ладно, возвращаемся к маю. И тут русские говорят, а мы вообще обязуемся до 18 мая не обстреливать суда. Потому что это не продление сговора. Сговор можно продлить либо на ноль, то есть не продлить, либо на 120, да? А если 60, это как? Это никак. Это сказали, пошли нахер, просто мы до 60, ну, два месяца стрелять не будем. Как только закончатся выборы в Турции, а выборы в Турции что делается? Там нос в нос идет, да? И США вкладывают либо в Майдан переворот, либо в оппозицию. И там встречается некий посол, некий посол США встречается с неким оппозиционным лидером, после чего выходит Эрдоган и говорит, что, ну, он плохими словами сказал, он матом нагнул, матом назвал товарища посла в США и сказал, чтобы я твоей ноги, сука, у себя дома не видел. Страна НАТО, Турция, в лице Эрдогана, сказал, чтобы я твоей ноги, подлый, не видел. Посла США. А потом появляется некий Орбан, помнишь, мы рассказывали, можно ли в Польше сказать одно, а в Венгрии нельзя. Появляется некий Орбан, он же премьер-министр Венгрии, и публикует фотографию с неким Трампом. Помнишь, мы о Трампе тоже говорили. И выходит некий посол, той же США, в некой Венгрии, и говорит, что, вы знаете, это вмешательство в выборы и во внутренние дела США. Вот такая фотография. Скажи, пожалуйста, состоялся ли скайп-разговор посла США в Венгрии с послом США в Турции, дабы как-то коррелировать позиции США о невмешательстве в выборы? Ну, Эрдоган послал. Ага. Ну, то есть, Эрдоган сказал, что если посол США встречается публично с лидером оппозиции, это вмешательство в выборы. Ага, пошел нахер, да. А если посол США, а если премьер-министр Венгрии публикует фотографию с Трампом, выходит посол США и говорит, что это вмешательство, еще раз, мы можем это уравнение сопоставить? У кого в голове Нуланд? У кого Нуланд в голове? Хочу спросить. Вот две. Ага. Ну, ладно. В общем, выборы первый тур 14-го числа, потом либо Майдан, либо полный триндец. И русские говорят, у нас будет окно возможностей, поэтому с 18-го мая мы снимаем всякие гарантии, то есть будет блокада морская Украины. И мы не обязуемся, но будем, скорее всего, долбить по судам, то, чтобы никто ничего не страховал, ничего не выходило. Это морская блокада и обрубок. И мы переходим к некому плану Б, который нам не объявляют, который, скорее всего, тоже сосредоточен на юге. Это дедлайн 18-го. Значит, у нас дедлайн на то, чтобы влупить на упреждение, до 18-го мая. А это совпадает с теми заявлениями, которые после того, как вышла некая Майлер и сказала, что не нужно вообще комментировать контрнаступление, наступление и так далее. А потом все, кому не лень, вышли и начали это комментировать. Вообще все. Яшно. То есть 18-го дедлайн у русских, а у нас должно быть до. И есть некий Чаплыга, который сказал, что он не видит даты и понимания, где что и как, но он четко может сказать. Первое военное событие начнется российское, то есть у них начнется отсчет с 18-го мая вперед, а у нас с х даты до 18-го мая и 20-го вероятность того, что два события могут совпасть вместе. Но сначала мы. И тут мы накладываем на все это дело, на то, что сообщает нам западная пресса, и мы понимаем, что да, нас толкают к этому всему, что нужно сделать до того, как 18-го мая, когда у русских. Ну карты же сходятся. А давайте просчитаем последствия. Что далее? Хорошо. Давай предположим, я владею некой рогаткой, которая позволяет мне, вот у меня тут одно окно и второе окно, с помощью этой рогатки я могу нормально пулять вообще по окне. Сижу себе, да. А у тебя есть мухобойка. А у тебя прекрасная мухобойка. Кстати, с помощью этой мухобойки ты уже убил до хрена всяких врагов. Ты к ним подкрадывался и по лобешнику им раз вот так вот ослеплял врага и врагу жопа. Понял? Ясно. Значит, представь себе. Ты говоришь, я собрал 10 мухобоек и вот из того красного дома я собираюсь пешком вообще направиться к тебе. И тут сижу я такой в окне. Да уже, слушай, ты заколупал, ты уже месяц мне обещаешь выйти с мухобойкой и напасть на меня там, не знаю, а я сижу с этой рогаткой. Скажи, пожалуйста, когда ты будешь выдвигаться вот между ими, и идти с этой мухобойкой, я с рогаткой что буду делать в это время? Колупаться в носу, что я буду делать с рогаткой? Ну, очевидно, я открою окно и, да? Я доступно поясняю происходящее? Ясно. Хорошо. Мы все просчитываем последствия. То есть, в чем интерес войны Британии и России исторической, мне понять, на чужой территории. Тут вообще вопросов нет. Я бы инвестировал, если бы это можно было вложить деньги, я бы в эту историческую войну Британии и России вложил 100 гривен. Я бы заработал миллион на вложенных 100 гривен. Потому что воюют на нашей территории. Это понятно. Перейдем дальше. В треугольнике США, КНР, Россия. Им выгодно вообще вот сдвинуть, ну, то есть, там Финляндия в НАТО, там мы хлопнули вам по Энгельсу, тут вы подводные лодки начали строить для Китая, в Тихоокеанском регионе, тут вы Беларусь, тут мы вам ПРО выдвинули под видом этих патриотов. Это что, нам патриоты дали? Нет, не нам. Нет. Это глобальное ПРО. Ее выдвинули с Германии, выдвинули на восточную границу, западную границу Польши, и у нас разместили против русских. Ну, это же глобальное ПРО. В ответ эти разместили, обещают разместить ЯО Беларусь. Да? Понятно. Это глобальная игра. Ребят, если можно было 100 гривен инвестировать, туда, я бы дал 100, я бы заработал миллион. Это глобальная война, треугольники, понятно. Война в дикотомии Британии русских со времен бородатых царей, мне тоже понятно. А, прости, мы в этом где? Можешь мне объяснить? Ну, в Бахмуте, Више. В Бахмуте. Мне нечего больше тебе добавить по поводу наступления, контрнаступления, всего, так и есть, на самом деле. А мы в Бахмуте. А мы в Бахмуте. Снова. Понимаешь, в чем дело? Мне говорят, Миш, а почему ты, невзирая на все, что происходит, ты что, войну хочешь? Ты почему-то это делаешь. Понимаешь, в чем дело? Я еще раз скажу это в эфире у тебя, я знаю, у тебя тоже так много. У меня слишком много номеров в моем телефоне, которые больше никогда мне не ответят. Знаешь почему? Потому что некоторым я не успел помочь. Не успел. В марте, в марте-апреле прошлого года. И эти телефоны больше никогда мне не позвонили. Я заработаю еще миллиард денег. Тогда у меня было, я не успел и не смог. Теперь у меня есть все. Но, ну хорошо, было, пока у меня не забрало государство и банки и так далее. Но я, я не вернусь в прошлое, но не верну их жизни. Можно я сохраню жизни тем, кто там сегодня. Кто-то добровольно, кто-то мобилизированный, кто-то, кто-то был всегда в армии, а не там. Единственное, чего я хочу, я хочу, чтобы они добились поставленных целей перед ним. И чтобы они живыми вернулись, они мне обещали выпить по сто со мной. Я понимаю, что моя ошибка, ошибка в марте, где-то я проспал звонок, где-то я не отправил смс, где-то я не написал сбор или что-то еще, и эти номера больше не ответят. Моя боль, мой грех. Этих людей больше нет. До сих пор не могут по ДНК восстановить где и кто. Поэтому то, что я делаю сегодня, невзирая на всю картину, которую я вам описал вот буквально пару секунд назад, я сделаю все, чтобы те люди там вернулись. И чтобы те, у кого тоже пропали, такие, ну, остались номера, но они не позвонят, чтобы таких номеров было меньше. Мы будем помогать тем, кто с инвалидностью, кто в трудных обстоятельствах, кто на фронте и так далее, и так далее. Что бы я вам не сказал в аналитике, сразу после этого эфира, первое, что я делаю, я лезу в телефон и проверяю, у кого что. Я делаю это, можно я признаюсь, преступлением. Я делаю это нелегально. Уважаемый Райфайзин, уважаемый Монобанк, отказавший жене, уважаемый Финмониторинг, Гетманцев, Оля, с которой мы строили это все, Зеленский, все остальные, я признаюсь, преступление. Преступление мое в следующем. У меня нет счетов, у меня нет счетов, я анархист. Я прошу собирать деньги под мое имя. Их собирают. Кому скажу, тому собирают. На эти деньги, за кэш, мы покупаем прицелы. У частных лиц. Просто. Потому что в 6 утра мне звонят и говорят, Миш, каждый час это минус люди. И либо у меня будет этот тепловизор, ну, я не знаю, как он называется, ну, прицел тепловизор, я вообще не по этому не понимаю, но стоит он полторушку зелени. Либо погибнут люди. Я нахожу, у кого купить, как перегнать его нелегально через границу, и как сделать так, что он будет на передовой. Его не поставят, блядь, на учет. Знаешь почему? Потому что командир части, рассекающий, сука, на седьмом бимере, не хочет никуя ставить. Потому что нужно оценить, потому что потом, как фонд Порошенко, который привозит эти генераторы и так далее, оценивает бабле, потом те, кто это сделали после войны, смогут претендовать на это из бюджета, на возврат. А я не хочу ни на что претендовать. Я хочу, чтобы люди вернулись живыми. И я покупаю за кэш вещи, которые гоню через границу нелегально и передаю их тем, кто потом использует на фронте, не ставя их на учет воинской части. У меня нет медалей грамоты, у меня это не хюра. Я преступник, блядь. Понимаешь? Так меня сделало государство. Но я буду это делать, чтобы эти люди жили. Потому что когда-то придет власть наша. И пусть каждый делает так же, как я. И не бойтесь, не бойтесь. Максимум, что вам сделают, ну хорошо, но назовут, что вы, не знаю, ну преступник, я не знаю, преступники или кто. Вы не нарушали закон, и я не нарушил, никто не нарушил. Это закон. Вам просто отключат возможность работать с банками и с государством. Вы не сможете открыть ФОП, еще чего-то. Вы просто будете вне системы. Но еще раз вас призываю, прошу, поступайте так, чтобы спасти жизнь. И срать на то, что подумают они. Да, Миша, ну я думаю, что ты услышан. Подробности, ну понятно, что... А что, я один с этим столкнулся, мой друг? Ну, конечно, ну это же, это же все очень просто, когда там сбрасывают, тебе много людей с разных там карт, деньги, ты вынужден там... Ну карточку... Покажи мне накладной, где ты купил с рук эту штуку и как ты ее провез. Ты же еще и подло ее провез, понимаешь? Ну тут... А потом на учет не поставил. А ведь таких 90% в стране. Мы что, все 90% злочинцы или кто мы, блин? Ну это... Или что, или не помогать? Что делать? Это вот такая дилемма, это вот такой выбор, и, ну, друзья... Кто-то должен был об этом сказать? Ну, да, потому что сталкиваются многие. А потом говорят, а у нас волонтеры, схематоз у них, да? Вот, откуда он берется. Миш, Миш, ну, как бы, я всех призываю подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Мой финальный вопрос, если можно, то коротко. Прости, что эфир такой... Нет, ну... Уставший грустный. Смотри, у меня просто финальный вопрос, это некое ощущение нового этапа. Если брать матрицу, которую ты описал, там, до 18-го числа, после, ну, не пророчества, у меня в прошлом видео, перейдите, посмотрите, специальное от Михаила, сложилось впечатление, что война вообще другая стала. Ради Бога, извини. Вот, вообще другая. Война стала не другой, она, она была такая, какая есть. Просто у вас упали шоры. Если кто-то посмотрит все наши с тобой эфиры, все, ну, с начала войны, увидит, что мы говорили об одном, и это то же самое. Просто мы снимали, знаешь, как вот у тебя одна там висит, вторая, третья, четвертая, мы это все подымали, 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 знаешь, как луковицу чистят. Скажи, пожалуйста, вчера, вчера улетел самолет с Каяпу из Борисполя, гражданский, в борт. Ты понимаешь, что он не мог улететь без 200% гарантии со стороны русских и 200% гарантии со стороны нас? Ты это понял? А перед этим, как улетали визы и другие? А перед этим, как улетел один военный самолет в Турции? Тебе что-то добавить о том, что это за война? И почему все формулы, прописанные мной до войны, сбываются сейчас? Все формулы. Понимаешь? Я не могу сказать переменные конкретные, но формула работает. Понимаешь? Это глобальная игра. Ты можешь, конечно, нарушить формулы и выбиться куда-то, экстремумы и так далее. Можешь. Но ты вернешься обратно. Это то, о чем я всегда говорю. Мы не можем изменить будущее и вот эту расписанную картину, синусоиду и так далее. Мы можем изменить наше отношение к точкам контрольным, по которым мы идем. Это раз, и я к этому готовлю. Мы можем изменить то, какими мы туда зайдем и какими выйдем. Это два. Но линию мы не изменим. Война, какая была в самом начале, такая есть и сейчас. Просто меньшее количество вот этих шор на ваших глазах. К чему я веду? Да переговоры идут и будут. Понял? Будут. Да лето. Это все дело. Просто всем нужен этот катарсис. Ну, че плыгар сказал в ноябре. Либо катарсис, либо с вазелином или без. Ну, вот кат. Ну, по-любому должно произойти. Сарочка, ну, какая разница, что ты оденешь первую брачную ночь, тебе все равно по факту к утру что сделают? Миш. Это анекдот. Да, смешно. Миш, смотри, какая история. Владлен татарский, украинские как бы следы рисуют ФСБшники. Возымел продолжение вот с того, с чего мы начинали сегодня. С вот этого собрания вот этих гауляйтеров с оккупированной территории там руководителей четырех регионов. А потом Патрушев заявил, Путин заявил, все заявили о том, что нужно бороться с терроризмом. Но это же новая маска. И если... Это не маска. Это новая от маска. Это новая от маска. Слушай, еще раз. Скажи, пожалуйста, этот бандюг этот Пригодин, Пригоджин, он Шойгу, зятя Шойгу называл ублюдком и этим, как его там, господи, какими-то матюками вообще. Называл. Называл. Он Шойгу вообще лично называл плохими словами? Называл. У них там идут терки. Идут. Этот кадр, которого взорвали, это кто такой вообще? Ты его знал до этого? Я нет. У меня микроскопа такого нет вообще знать, кто это. Понимаешь? Кто он? В чем выгода Украине вообще с этого хера? Ни в чем. Понимаешь? Царство ему небесное, конечно. Всем так говорят. Но в чем его прикол нам вообще не понятно. Кто это? То есть так же, как с дочкой Дугин. Кто? Вот да, проследим. Может, я сразу сказал, что это внутренние русские разборки. Внутренние их там. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, медийно, политически, военно, в каком плане мы получили бонус того, что случилось с этой Дугиной? Ни в каком. До нашего интереса там не было и нет. То же самое здесь. Нахер он кому сдался? Понимаешь? Ну, если бы пригожина этого, ну, еще ладно, я бы еще понял, да? А какого-то его зэка там, который позиционировал себя каким-то журналистом и так далее? Да нахер он кому всрался? Может быть, еще раз скажу, я вполне подозреваю, что может быть это вот эти все Пономаревы, Шмаревы, вот эти долбодятла, которых мы понабирали здесь. Они сидят себе в гламурных ресторанах в Киеве и делают великие захваты русских Владивостоков. Ну, пожрали хорошо в украинском ресторане на американское бабло. И сразу у них в голове венца запили, они сразу берут Владивосток. Ну, кому они интересны, эти Пономаревы, Шмовы, у них там армия, армия какого-то вселенского освобождения. Ну, знаешь, есть такой межгалактический сенат. Знаешь, такая фотография есть в гугле, пусть зрители улыбнутся, видите, межгалактический, заседание межгалактического сената. Вот это вот этот межгалактический сенат в лице этих Пономаревых. У них там какие-то свои мелкие разборки. Кто кому чего там должен, понимаешь? Живут на штатовское бабло в наших гламурных ресторанах. Под видом штатов, ну, отчитываться надо, они там атакуют, атакуют Россию. Ну, захватывают там Владивосток, бля, всякую херню, понимаешь? Какие-то разборки. Вполне подозреваю, что все эти Пономаревы, Шмиревы, блин, они могли вот такую херню проплатить и сделать. это их. Единственная наша беда в том, что эти уродцы, блин, сидят на нашей земле. Все, вот больше ничего. Нахер мы эту либералистичную, блин, башню Кремля, такую же, все эти башни Кремля, они сцеплены одной стеной, одной цепью. Нахер мы эту башню Кремля у себя в Украине поселили, можете мне объяснить? Нахера? Да хай сидят себе в России и разбираются. Что ему, мало места, на Камчатку хай поедет, будет оттуда захватывать, с ресторана Москву захватывать будет. Мы к этому. Вот единственное, в чем я вижу ошибку. На самом деле, это просто разборки отдельно взятого шайгица, отдельно взятым пригожим. Ну, вы воплотили баблоды дебилам, которые сидят у нас в ресторанах гламурных. Те, блин, договорились с кем-то, устроили какую-то херню. Теперь мы в этом якобы виноваты. В чем мы виноваты? В том, что оно бухало у нас в ресторане, в чем мы виноваты? Ну, бухало, ну, мало ли кто бухает. Понимаешь? Вот и все. Но это внутренних разборки. Каким боком, ну, вышел там Путин, блин, Патручев, они все хотят прицепить нам, что мы страна террорист. Понимаешь? Почему? Потому что Украина выступает системно за что? За то, что Россия является страной-спонсором терроризма, ее нужно внести в список ФАТ, в ответ что они делают? Они системно показывают, что это Украина, страна террорист. Каким мы боком к этому, не ясно. Но, им нужно это показать на очень высоком уровне. И поэтому выходят всякие Патрушевы, кто там, блин, Путин и так далее, и рассказывают, визитку этого Яроша, чего там нашли уже? Нет? Ну, как это, без визитки делать? Я вообще считаю, это некошерно проводить такие теракты без визитки. Понимаешь? То есть, вот, что они хотят. И это понятно. Ну, мы к этому, еще раз говорю, знаешь, как, вот, я очень скептичен по отношению к войнам, властям и так далее. Ну, давай объектив, любую божью правду. Знаешь, вот, вот, если бы меня спросили, что происходит, я в первый день сказал, это разборки между Шойгу внутренней и прихожей. Может, руками каких-то русских, там, этих, либерастов и так далее, и так далее, которые у нас где-то живут. Мы к этому, по-любому, неинтересно нам это просто. Оно не дает ни медийного выхлопа, ни военного, ни политического, вообще мистериного. Кто это? Понимаешь, кто это? У меня такой микроскоп, а нет, сказать, кто это. В чем ценность? Вообще ни в чем. Ну, пусть разбираются. А на нас пытаются это повесить. Хотя, на самом деле, они-то четко понимают, что это. Скажи, пожалуйста, кто первым выехал, кому было поручено расследование? Главное управление, уголовное розыско и так далее. То есть, это не теракт. Это убийство обычное. У них внутреннее. Если это обычное внутреннее убийство, а не теракт и так далее, то мы каким боком к этому? Или у вас там легенда поменялась? Ну, если у вас меняется по ходу пьесы легенда, то вы сами себя, ну, сдали. То есть, ну, такое. Да, но, в любом случае, конечно же, мы должны трезво смотреть на все происходящее. Миша, я благодарю тебя за то, что помогаешь разобраться и, соответственно, не выключаешься, даже где-то перебывая в разъездах из информационной картины. Спасибо за твое время и твои мысли. Друзья, берегите себя. Всем желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.